Всё супер в эфире. Ещё раз выходим в эфир. Сегодня уже. Всем добрый день, девочки! Привет-привет! Выходим в эфир, присоединяемся. Привет, Линдя, дорогая! Всем привет! Подключайтесь. Странно, почему-то Инстаграм сегодня меня с двух попыток впустил в эфир. Но это, видимо, я думаю, что связано с большим количеством желающих провести эфиры сейчас. Так что Инстаграм тоже, видимо, подвержен каким-то изменениям. Всё, вижу, девчонки присоединяются. Супер! Сейчас Светочка к нам присоединится. Супер! Сейчас мы с тобой выходим в эфир. Привет-привет, мои хорошие! Вижу, девчоночек. Сейчас. Сейчас всё случится. Ура! Всё, Свет, мы с тобой на связи. Привет-привет! Всё, отлично. Привет-привет, рада тебя видеть снова. Да, я тоже очень рада. Да, действительно, Инстаграм подвисает, я тоже кое-как продлилась. Всё перезагрузить. Вот, вот, ну, я тоже, я попробовала выйти, я смотрю, никто не подключается, у меня всё зависло. Думаю, ладно, выходим второй раз. Но самое главное, что всё наладилось. Да-да, хорошо, что всё наладилось. Ну что, подождём немножко. Да, давай подождём. Вот я вижу, что девчонки тоже присоединяются все. И девушка пишет, что тоже не смогли попасть в эфир изначально. Да, Лид, меня тоже не пускало. Но, ты знаешь, Свет, хочу сказать, пока как раз у нас все подключаются. Первый наш эфир прошёл очень хорошо, потом у меня были вопросы в директ. По поводу продолжения, и тема прям застла. Поэтому, конечно, мы с тобой с удовольствием сейчас продолжим говорить про архетипы. И, кстати, знаешь, интересно, кто в прошлый раз себя услышал, девочки, вот кто за собой наблюдал, были ли у вас какие-то ещё, может быть, знаешь, проявления своего архетипа? Или как-то, может быть, вам захотелось ярко его проявлять? Сейчас вот хочу спросить, кто у нас в тот раз присутствовал в эфире? Было ли такое? В общем, будем активно обучаться и внедрять наше знание. Да, у меня тоже была обратная связь, и мне было тоже это ценно всё услышать, увидеть, прочитать. Да, привет, привет, Леночка, привет. Мы тоже девчонки. Мы как раз, кстати говоря, я села, стала анализировать, что мы успели, что ещё я не успела рассказать. Выяснилось, что вот ровно половину, шесть архетипов. Да. Судили, и ровно половина осталась. Так что я просто сейчас так чуть-чуть веду в курс дела, может быть, кто-то присутствовал. Давай, давай, давай. В первой половине я просто скажу о том вообще, что это такое, архетипы, с чем их едят. Я говорила о том, что это такой универсальный, глобальный, человеческий опыт, который заключён в такие вот матрицы, которые нам удобно было назвать какими-то определёнными словами. Всего их выделили 12, их может быть гораздо больше. На самом деле архетипы у нас столько, сколько есть таких типичных жизненных ситуаций, которые знакомы всем. Да. Мы поговорили, да. И я ещё говорила о том, что, ну, чтобы представить, что такое архетип, то есть если представить, что наша голова – это компьютер, а у нас, когда мы его включаем, то есть какой-то набор программ. Есть программа по умолчанию, которая запускается такая базовая. У каждого она своя. И вот также архетип у каждого есть какой-то свой базовый. И есть программы, которые нужно изучить и запустить, открыть, чтобы они заработали и чтобы они были инструментом там для достижения каких-то своих целей. Вот. И мы, по сути, знание об архетипах нужно для того, чтобы научиться с этими программами работать, научиться и запускать. Чем лучше ты изучил эту программу, тем она больше принесёт тебе пользы, выгод и счастья, радости и так далее. Вот. То есть про шесть архетипов мы поговорили. Мы поговорили про дитя, про героя, поговорили про искателя, про правителя, шута и любовника. Законник, да. Да-да-да, законник. Да. И остались у нас ещё шесть. Это апикун, мудрец, бунтарь, маг, славный малый и творец. Ты знаешь, вот мне кажется, прям творец особенно будет интересен всем творческим людям сегодня. Так что, девочки, у кого есть творческая жилка, слушайте внимательно. Да, и не только конечники. Да, ещё, кстати, да, мы же говорили о том, что мы привязали нашу тему архетипов как раз-таки к вот этому вот кризису. То есть каким образом каждый из архетипов проявляет себя в кризисной какой-то ситуации или, напротив, к какому архетипу мы можем подключиться, если нам чего-то не достаёт, чтобы вот прийти в какой-то баланс и равновесие. Вот. Ну что, продолжим тогда. Ещё немножко скажу. Я как раз тебе, пока мы продолжим, да, тоже вопрос встретить, но сразу задам, потому что он у меня звучал в вопросах директ. Спрашивали девочки о том, что если, например, есть, ну вот у нас какой-то архетип, с которым мы рождаемся, либо, ну, какой-то главный, скажем так, архетип, может ли быть такое, что все остальные, в принципе, человек, да, он может их реализовать, но он их, например, никак не проявляет. То есть вот он как родился с одним архетипом, так, что в жизни прожил. Может ли быть такое и нужно ли, например, задействовать ещё какие-то архетипы в себе, если, например, нет в этом потребности, но человек внутренне не чувствует? Вот как ты считаешь? Я думаю, что каждый для себя решает сам, нужно ему. Это то же самое спросить. Вот у меня есть, ну, вот такая вот работа, нужно ли мне её менять? Нужно ли мне, не знаю, есть у меня один друг, нужны ли мне ещё друзья? Ну, то есть это вопрос, мне кажется, выбора конкретного человека. Как мне кажется, познакомиться со всеми архетипами и как-то соприкоснуться с ними и поэкспериментировать, вот это однозначно и того стоит, потому что жизнь сразу приобретает совершенно другие краски. И тогда она превращается в игру. А так ты не играешь, ты просто вот встаёшь. И как бы эта роль всё равно, как ни крути, архетип – это определённая роль. Она к тебе приклеивается и становится, ну, ты как бы костенеешь в этом, что ли. А архетипы, они дают вот эту динамику. Ты как бы играешь с жизнью, со своей. И это очень интересно, как мне кажется. И вот, кстати говоря, про это я и хотела сказать. После того, как мы пробежимся, да, по всем архетипам, я хотела ещё сказать о том, что же делать с этим знанием, если у тебя, вот ты хорошо, ты базовый свой прочувствовал, вроде бы понял. Что с этим делать, тоже знаешь. Но а и что, и как? Вот как они друг с другом сочетаются? Сколько их может быть одновременно в одном человеке? Да, это понятно. И понятно, да. Тогда я сразу отвечу на этот вопрос. Давай, давай, прямо сейчас. Да, дело в том, что понятно, что и здесь тоже какого-то абсолютного идеального ответа нет и быть не может. Но я как специалист для себя, ну, методом тоже определённого анализа, проб и ошибок, я выделила три базовых, ну, как базовых, нет, три архетипа, которые одновременно в одном человеке могут комфортно лжиться. Да. Нужно тоже иметь ими управлять, но больше, чем три, это уже, ну, немножко смахивает на шизофрении. То есть очень сложно как бы им управлять одновременно. Нужно осознать в себе вот этот базовый. Что значит базовый? Это, да, какие-то наши психологические особенности, это наше воспитание, происхождение, ну, то есть куча разных таких условий, которые от нас не зависят. То есть они вот как-то уже изначально сложились, и мы в них сформировались. Сюда же я отношу и типаж внешности, и даже цветотип, потому что это тоже базовые настройки, и они тоже определенным образом влияют на вот эту вот архетипичность, что ли, вот именно такую вот базовую основную. То есть это то, что мы не выбирали сами, вот эта вот база. Вот. И он в то же время и самый такой питательный для нас, потому что он самый знакомый, вот. И он как, я не знаю, такая опора, что ли, основная. Это как ресурс твой некий, потому что ты с этим рождаешься, и ты можешь в любой момент, знаешь, как дерево, подпитать свои корни от этого. И, в принципе, да, ты можешь ещё как-то видоизменяться, дополнять его другим, но это будет как основа твоя. В любом случае он будет присутствовать, как бы ты там не хотел ещё себя проявлять. Всё равно будешь возвращаться к этому. Да, я абсолютно согласна. Да, это основа, и мы всё равно её, как ни крути, учитываем. Считаемся с ней. Так же, как мы считаемся со своими масштабами фигуры, да. Мы будем видеть себя в какие-то мелкие кружева там или уши, если мы имеем такую фактуру очень крупную, такую очень серьезную. Ну, то есть вот эти вот какие-то вещи, газовые, они даже вот неопытному человеку очевидны абсолютно. Вот. Дальше. Второй архетип. Я его условно назвала для себя как футляр или футжер, как в духах, да, есть базы. Да, 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 да. И вот и какие-то уже там ноты шлейфа. Так вот, второй архетип – это футляр. Это он отвечает на вопрос, в какой ситуации я сейчас нахожусь. Что со мной сейчас происходит? То есть, например, человек, ну вот женщина, будем брать женщину, которая там влюбилась, и вот она вошла условно в архетип любовника. Потом она решила выйти замуж и завести детей, и неизбежно ее жизнь подталкивает на то, чтобы разбудить в себе архетип опекуна и заботливого, о котором я сегодня буду рассказывать. Ну, то есть вот мы учитываем в любом случае момент здесь и сейчас. Что с нами происходит глобально? Какая ситуация, которая погружает нас все равно, соприкасает нас, прям заставляет с каким-то архетипом столкнуться? И все равно мы его проживем, пусть он не является ни базовым, даже ни целевым никаким, мы не хотим, но мы это делаем. Это, как, кстати говоря, очень здорово еще ложиться на систему актерского мастерства. Есть Таниславский, все о нем знают, а есть еще Техов. О нем знают немногие, но он не менее выдающийся, и его точка зрения на актерское мастерство просто чутильная. Но они друг друга здорово дополняют. Так вот, Таниславский как раз отвечает на вопрос вот этот. По второму архетипу, то есть он помещает в определенную ситуацию, ты в этой ситуации уже рождаешь какой-то свой образ. Вот, подстраиваешься до него. Вот, и третий архетип, и понятно, что эта ситуация, она меняется. То есть ты вот принимаешь, что сейчас я... Да, ты сейчас мама, я же мать, как говорится. Вот я же мать, поэтому я как-то должна соответствовать этому архетипу все равно. Я как-то в него встраиваюсь. Дальше, и третий архетип, это архетип шлейф, я его назвала. То есть это архетип, это целевой архетип. То есть архетип, отвечающий на вопрос, от чего я хочу, куда, в какую сторону я двигаться хочу, ну, чего мне недостает для вот моего такого внутреннего совершенства, как мне кажется. То есть это потом получается, да, фокус некий на будущее. Да, это фокус на будущее, это работа с воображением, и это работа такая на уровне такого неосезаемого. То есть то, что мы закидываем в будущее, свои мысли, свои фантазии, воображение, и оттуда мы рождаем уже какую-то определенную и визуальную, в том числе, составляющую, которая помогает нам войти в это состояние. И вот это, кстати говоря, на этот вопрос отвечает тот самый Михаил Чехов. И его теория актерского мастерства связана как раз с тем, что ты просто берешь с помощью воображения, с помощью каких-то внешних факторов, надеваешь на себя какую-то маску, ну, условно говоря, какой-то образ, и уже это все начинает на тебя влиять и рождать в тебе, ну, не знаю, надел корону и вдруг превратился, вот спина выпрямилась, и ты стал вести себя как-то по-королевски. То, о чем сейчас все говорят, эти эзотерические учения, если вы хотите кем-то стать, вы должны вот себя почувствовать этим самым человеком, как бы приметь у себя эту шкуру. Ты вроде бы еще и не являешься, но ты уже себя им ощущаешь. И вот этот как раз третий архетип, целевой, он вот этим занимается. То есть ты еще не стала этим человеком, ну, вот эти некачественные, но ты уже их себе присваиваешь потихонечку, с помощью каких-то атрибутов. Имидж в этом плане здорово помогает. Мы все чувствовали это на себе. Когда мы одеваем что-то одно, мы чувствуем себя определенным образом. Если что-то другое, то по-другому. То есть вот я выделяю три вот этих базы. Их нужно осознать в себе и уметь ими правильно управлять. Что сейчас, что потом, какая цель, и держать фокус на этой цели, фокус там на себе, на своей базовом архетипе. Ну, то есть вот уметь этими тремя лошадками управлять. И миксовать. Понятно, что у каждого этот микс чисто внешне будет очень по-разному выглядеть. Свет, очень хорошо, что ты разъяснила вот эту историю, да, с разными состояниями. Потому что как раз, мне кажется, непонимание большинства, как работать с архетипом, и вообще зачем они нам нужны, как раз в том, что мы как бы в голове себе априори держим, что есть один архетип, и вот как бы ты в рамках него, да, а то, что ты можешь, грубо говоря, себе ситуационно выбрать архетип, да, помимо того, который есть в тебе природно, плюс выбрать тот архетип, который приблизит к тебе к твоим целям. То есть это тоже такой инструмент. Вот этого мы не знаем, да, но, грубо говоря, большинство людей этим не пользуются. И мы, естественно, теряемся в этой информации, потому что, грубо говоря, да, там архетип правителя от любовника очень сильно отличается. Как можно одно с другим соединить? И вот из-за этого, мне кажется, сложность в таком, знаешь, широком потреблении архетипов. Ну и плюс, конечно, опять-таки, это определённое внутреннее состояние, то есть готовности с собой работать. Потому что вот опять же, по наблюдениям с клиентами, я понимаю, что многие женщины тупо застревают в одном архетипе, потому что они не хотят, как он так, встречаться со сложностями перехода, да, из другого, ну, из одного архетипа в другой. Или там быть честной, откровенной с собой, скажем так, да, в определённых качествах. Поэтому мы будем, конечно, разбираться. Да, на самом деле, я стараюсь максимально просто и с какими-то параллелями говорить об этом. Хотя, конечно, тема довольно-таки сложная для понимания. И вот это именно уже сочетание архетипов. Кажется, ну, как можно соединить шута и правителя? На первый взгляд кажется, что это просто непролазный лес. А на самом деле, ну, чем потихонечку ты погружаешься и узнаёшь, тем интереснее всё это раскрывается. И оно действительно всё возможно. И самое, что интересное, самые интересные цепляющие миксы архетипов случаются именно на стыке вот этих контрастных и похожих друг на друга фигур. Да. Ну что, тогда продолжим. Давай, давай. Давай, давай. Я смотрю, да, Таша присоединялась. Привет. Девчонки, пишите вопросы. Сразу хочу сказать своим, кто нас будет сейчас смотреть. Пишите вопросы. Мы вернёмся к вопросам в конце эфира тоже. И будем по ходу смотреть, кто что спрашивает. Ну, сейчас пройдёмся по архетипам, потому что ещё хочется шесть рассмотреть. Да, вау, это да, с удовольствием. Так, ну что, поехали. Ну что, пойдём тогда дальше. Архетип А. Даже не так мы с вами. Мы говорили о том, что если нам чего-то хочется, то есть какой-то у нас возникает дефицит какого-то определённого чувства. Если возникает дефицит чувства заботы и такого какого-то уюта и комфорта, то за это отвечает архетип заботливый или его ещё называют опекун. Название, на самом деле, масса. Можно ещё представить такую фигуру родителя, мамы, например, или такого наставника мудрого, или, не знаю, учительницы своей первой. Ну, то есть это такой филантроп, человек, который прямо вот очень любит людей, такой очень... Не подвисай. Слышно меня? Да, слышно, но чуть-чуть оно подвисло, но сейчас восстановилось. У меня два инстаграма. Да, она... Да. Можно представить себе из таких ярких звёзд. Но это, опять же, такой смешанный архетип, но зато очень яркий и наглядный. Например, принцесса Диана. Несмотря на то, что в ней очень развит ещё архетип любовника, но она и вот такой прям благотворитель. Это вот такое абсолютное человеколюбивое такое существо, такой человек, прям с огромным сердцем. Если говорить про то, каким образом себя поддержать, если этой заботы не достаёт, то можно, не знаю, представить себе вот эти тёплые, заботливые руки мамы, наличить себе тёплого чаю, чтобы избавить себя от какого-то тревожного, некомфортного состояния, занять какую-то приятную позу, укрыться. Это вот именно вот это вот состояние внешнего такого тепла и уюта, оно здорово приводит в равновесие. Включить какой-то свой любимый фильм, я не знаю, сериал какой-то. То есть вот забот на таком самом базовом уровне проявляется так. Если говорить про внешность и про стилистику этого образа, то он такой вот из разряда «я же мать». Ну, то есть он такой безопасный, классичный и такой абсолютно несексуальный. То есть он может быть очень женственным, но при этом лишённый какой-то вот этой гендерной, слишком уж сильной принадлежности. То есть если это блузка, то она застёрнута на все пуговки. Если это юбка, то она может тебя облегать только в талии. Летящие подолы и обязательно безопасная длина. Я просто, давайте я расскажу, уже буду, да, чтобы не сдвинуться с цены. Если это обувь, то она на плоской подошве, то она, там, не знаю, какие-то балетки, опять же, безопасные. Это какая-то очень лаконичная прическа без какого-то яркого макияжа. Это уютные мягкие фактуры и цвета. Это много трикотажа, может быть, какого-то вяза. Не знаю, какая-то уютная клетка в плане принята. Да. Ну, то есть, я думаю, уже примерно у вас нарисовался, да, образ такого декуна, такого наставника, доброго, нещедрого и приятного. Вот. Если, идём дальше, не хватает знаний и глубины. Я знаю, что многим, вот именно в этот период такого застоя, вдруг люди хватаются за поиски каких-то интересных книг, начинают погружаться во что-то. И вот это как раз таким образом проявляет себя мудрец. И каким образом мудреца можно подключить, если вдруг этого не достаёт, то это погружение именно в какие-то древние писания. Вполне возможно, что у некоторых из вас возникло желание, давно оно где-то теплилось, погрузиться в чтение какой-то прямо фундаментальной литературы, типа Библии, чего-то такого прямо общечеловеческого и очень объёмного. И вот как раз сейчас есть такая возможность, и люди в это всё погружаются. Это вот мудрец даёт о себе знать. Если говорить про внешность мудреца, то это, конечно, у нас один из самых интеллектуальных архетипов, поэтому, несмотря на то, что он будет тоже очень сдержанный, очень лаконичный, но он же и будет очень интеллектуальный в своём образе. Интеллектуальность будет выражаться такой очень близкой к эстетике японских дизайнеров. То есть она будет очень непростая, это интеллектуальность, но она обязательно будет присутствовать. Это сдержанные такие закрытые цвета, это такой огромный силы. Минимализм такой, да, своего рода. Минимализм, абсолютно. Это будет минимализм, да, закрытые цвета такие, выключенные, скорее тёмные. И такая вот интеллектуальность в дизайне. То есть она будет очень непросткая, она будет именно понятная, посвящённая, так скажем. Внешне он для другого человека, для обычного обывателя, он может показаться таким, ну, какой-то мудрец в каком-то балахоне, какой-то вот он такой вот весь потусторонний, но ничего в нём такого привлекательного нет. То есть это не будет никакого изобилия принтов, цветов или аксессуаров. То есть всё будет очень продуманно. Даже аксессуарный ряд, он будет прямо весь со своей какой-то мудрой историей, обязательно. Если не хватает перемен, перемен, прямо какой-то такой встряски и желания, прямо всё с ног на голову перевернуть, прямо всё переделать и сделать совсем по-другому, то это, скорее всего, вас заговорил бунтарь. Что можно сделать, если вдруг бунтарь, вот такой вот момент, когда вы закрыты дома, вдруг вас пробуждается? Самое безопасное, это можно сделать перестанок. Прямо всё поменять, всё лишнее выбросить, какой-то совершить такой маленький переворот у себя дома. А вообще бунтарь – это, конечно, один из очень таких сильных и меняющих, трансформирующих архетипов, потому что его ещё называют в некоторых других классификациях, например, дьяволом. То есть это такая мощная энергия со знаком минус, такая разрушительная. То есть или там, допустим, есть в индейской мифологии богиня Кали, разрушение, которое прежде чем создать что-то новое, она разрушает всё до основания, просто вот испепеляет, и дальше уже, но её задача лишь в этом и состоит. Да, значит. Он ничего больше не создаёт, он просто берёт и все вот эти вот устои разрушает. Вот. И, кстати говоря, вот бунтари, я на некоторых из них подписана, на людей вот с этим, с этой бунтарской жилкой, они сейчас на эту пандемию реагируют следующим образом. Они говорят, офигенно, ну, наконец-то, давно уже надо было встряхнуть эту всю систему отстойную. И они прям радуются, потому что для них это вот прямо живопрепещище, вот пипелище такое, можно что-то как-то развернуться везде. Вот. Я думаю, что все уже примерно представили, как они могут... Да, 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 да. Я просто хотела добавить, что как раз, вот знаешь, этот момент бунтаря, он в людях очень часто вызывает какое-то, с одной стороны, желание, а с другой стороны, страхи, да, то есть присоединяются к нему. Но я, например, практикую иногда, да, какие-то тоже эзотерические практики. У нас второй есть, карта башня, тоже главные архетипы. Так там как раз люди, когда её видят, они тоже пугаются, думают, что всё со мной случится, всё плохо, всё падает. Я говорю, нет, наоборот, это основа для чего-то нового. Поэтому вот это состояние, мне кажется, знаешь, бунтарство, оно, с одной стороны, не привлекает, а с другой стороны, немножко пугает. Да, я согласна полностью. Кстати говоря, про Таро, да, знаю. Там есть и карта дьявола, и есть карта башни, где все падают, и да. И обычно это пугающе действует на окружающих. Собственно, точно так же пугающе бунтарь выглядит в жизни. Обычно он вызывает такой эффект интереса, но с другой стороны, прямо вот он настораживает очень. Если говорить о самых таких понятных вещах, то представляем рок-концерты рок-музыкантов. Вся эта эстетика, она вот такая вот, что называется, классически бунтарская. То есть все вот это вот взъерошенное, все вот это вот какое-то неправильное, может, даже где-то отвратительное. Вся эстетика отвратительного, она построена как раз на вот этой вот тяге к разрушению. Ну, я не знаю, там Зимпиру можно себе представить вот этот такой ярый бунтарь. Или, не знаю, какого-то Виктора Цоя, который, кстати, и поет этот гимн бунтаря «Мы ждем перемен». Они очень любят черный цвет, они любят все вот это вот цепи, шипы и все вызывающее, откровенное такое вот, прямо агрессивное. Из них прет вот эта агрессивная такая энергия. Ты знаешь, я тут как раз добавлю, да-да-да, для тех девчонок, кто, например, ну и вообще для всех, кто боится вот такого слишком резкого проявления этого архетипа, можно смело обратиться к стилю гранж, который в то же самое время он и бунтарский, но он на самом деле мягче. Его можно вписать там в тот же самый наш повседневный образ. То есть не нужно, да, вот уходить там в тяжелый рог, можно просто по гранжу пройтись и тоже будет хорошо. Та же косуха, те же, вот как ты сказала, цепи. Да, я абсолютно, да, согласна. Можно, да, напугать таким образом, так и что бунтарь, каким образом он... Вообще, конечно, бунтарь, он соответствует определенному возрасту. Да, да. Сейчас вот это вот такое подростковый период, когда идет что-то нигилизм, отрицание, когда они сепарируются, подростки, от своих родителей, от всех, и они формируются самостоятельно, тогда они начинают все отвергать, и отсюда идет вот это вот, не знаю, бунтарство и протест такой против всей этой обыденности. Да. Кажется, что все это надо снести, это все устарело, предки старперы, и все надо срочно, вот они делают ракезы, и вся эта агрессия из них начинает переть. А потом же человек перебешивается, как правило, да, проживает этот архетип, и уже для него кажется, ну, дикость какая-то, зачем нужны эти шипы, и зачем нужна эта агрессия. Но есть люди, которые в базовой настройке, бунтарей, и они так или иначе все равно проявлять эту будусть. А про кризис среднего возраста, Свет, тоже не забываем, да, что у нас кто-то проживает в подростковом периоде, 40 и 50. Ну вот здорово, когда, ходя в какие-то определенные жизненные кризисы, ты с историей архетипов знаком, и ты можешь тебе просто помочь, либо диагностировать, что с тобой сейчас происходит, почему я так выгляжу. Бывает, женщина в определенном возрасте начинает, странно одеваться и как-то выглядеть, и всем вроде как бы крутят в виска, одна не может понять, да, что с ней происходит. И вот эта вот вся история, она очень здорово подсказывает, что же происходит внутри меня, и как я могу себе помочь вот из этого всего выйти, благополучно и как-то безопасно. Но бунтарь он такой, он, конечно, сметает все на своем пути, и с ним нужно очень, да, аккуратно уметь обращаться. Вот, классный архетип, они очень интересные эти люди, невероятно просто, и очень мощные. Ну что, пойдем дальше. Да, давай. Так, кто у нас? Так, ой, давайте я вам расскажу про свой любимый архетип. Я знаю, тут многие, вот, Лена спрашивала про мага. Если не хватает какого-то чуда, волшебства, какого-то, я не знаю, превращения, перевоплощения, то за это отвечает архетип мага. Самый такой странный, загадочный, непонятный, и в то же время, ну, не менее привлекательный, чем все остальные. Что делает маг, и чем он отвечает от всех остальных? Ну, сказки все смотрели, в сказках всегда есть место какой-то магии, и чему. И вот маг, он действует, он выглядит определенным образом. Всегда определенным образом он выглядит. Есть какие-то криши, и они, конечно, вымеджи тоже все работают. Но я про них чуть позже скажу. А что делает маг в обычной жизни? Конечно, он с волшебной палочкой не бегает и не превращает там воду в вино, но он очень здорово разбирается в законах Вселенной и законах сознания своего и подсознания. То есть, по сути, маг – это очень хороший психолог, который прекрасно знает самого себя, ну, пытается, по крайней мере, изучить по максимуму. И отсюда вот это умение даже в кризисной ситуации маг никуда не бежит, и он абсолютно спокоен, потому что он начинает менять что-то внутри себя согласно этой ситуации, и таким образом он влияет на окружение. Маг вообще очень влиятельный, один из самых влиятельных архетипов вообще из всех известных. И он, конечно, всегда одиночка, и он всегда, ну, все знают о волшебнике, они все-все как-то где-то у себя в пещере живут, и какие-то вот они немножко нелюдимы. Внешне это выглядит, фактура – это всегда что-то действительно с приставкой «волшебный». То есть, это то, что очень сложно даже подобрать какое-то слово, чтобы описать. это какая-то такая мерцающая, изменяющая свой цвет под определенным освещением фактура. Это что-то такое необыкновенное, оно может смотреться чем-то космическим или как будто бы из будущего, может быть, наоборот, из прошлого. Но это что-то совершенно не соответствующее как будто бы этому времени. Это человек вне времени, как будто вне каких-то рамок, и это выключены тоже цвета, такие скорее прохладные, хотя это может быть и белый цвет, вообще может быть и какой-то нейтральный свет, но чаще это бывают все-таки темные цвета. И это обязательно аксессуарный ряд, совершенно он будет необыкновенный. Он либо будет символически связанный с чем-то потусторонним, либо он будет просто сложно поддающийся какому-то трендобрендовому вот этому называнию. То есть то будет непонятно где вообще кто это такое сотворил. И это будет возможно это будет какая-то асимметрия. Ну то есть в форме форма здесь будет главенствовать над цветом и над каким-то декором. То есть это будет что-то такое прямо инфернальное я не знаю магическое. Если говорить про эстетику, то то что делал Александр Маклин именно сам Александр Маклин это стопроцентно соответствует эстетике мага. Потому что невозможно представить как, откуда это взялось, чей мозг это выдумал и что это как будто даже и не человек сделал. Или например Лената Литвиновой я ее часто привожу она как сценарист вот этот магический образ сама себе его когда-то прописала и она прямо следовала ему сначала над ней все хихикали но она сейчас так прочно в него вошла и все что она делает оно конечно абсолютно не поддается пониманию и сравнению даже с другими людьми кинематографы которые у нас что-то делают она абсолютно здорово у меня получился просто волшебница кинематографии все эти ее богини и вот это вот все она абсолютно сказочная сказочный такой персонаж или например фильм Матрица вот Нео да такой вот герой который в эти тайны подсознания который на самом и фильм это сам по себе революционный и до сих пор является вообще классикой да того что было придумано именно в теме будущего насколько он остается актуальным и вообще этот сам герой настолько яркий настолько запоминающийся и эстетика эта вошла уже тоже в классическую ну такой вот модный модный маркер определенный да все видят что это нео очки определенная определенная форма плащей весь этот латекс который пришел из фетишизма но он вот превратился во что-то такое вот одежда будущего и тоже сейчас периодически входит все это в моду ну вот знаешь добавлю как раз здесь ты когда стала говорить про матрицу я вспомнила того же Пьера Кардена который в 60-е годы выпустил свою космическую коллекцию и вот и вот безумные какие-то конструкции кому интересно посмотрите девчонки это реально как раз нео какой-то футуризм вот тебе и маг но еще в 60-е годы то есть уже гораздо да футуризм тогда был очень большой интерес к этой теме вообще да футуризм это тоже тема абсолютно магическая и вообще маги если говорить про профессии то это все что связано с каким-то образом с трансформацией сейчас время магов однозначно это все что связано с психологией все что связано с всякой геной инженерии с косметологией со всеми этими превращениями с внешностью маг кстати говоря вообще такое немножко даже бесполое существо то есть он легко может перетекать из одного пола в другой вот тоже интересное наблюдение братья Вачовски да которые сняли матрицу стали секстры Вачовски то есть настолько они ну это для нас как бы сейчас диковато но я так понимаю что мир движется в эту сторону в эту вот привидность то есть ты можешь из одного пола и какого будешь перетекать в другой и почему бы и нет просто мы уже мутируем неизбежно и вот это происходит благодаря вот этой вот магической энергии ну всем нам наверное когда-то хотелось и было интересно побыть мужчиной вот если я женщина или мужчине побыть женщиной конечно совершенно невероятно ну правильно у нас и так подиумы уже давно трансфер конечно гендерное смешение оно давно уже началось еще там с 18 века мы уже начали меняться одеждами так что как раз продолжение собственно логично ничего страшного да да это просто неизбежный такой процесс нужно относиться просто видимо уже как к данности как к игре вот а если хочется вот сейчас про Мару поговорили такого совершенно невероятного а если хочется просто быть быть в порядке быть в порядке быть как все не особо выделяться быть в компании в уютной своей своих друзей близких и как бы вот именно этого состояния не хватает это отвечает славный малыш который как раз вот про друзей про уют и про сохранение отношений про чувство локтя и это как раз такой самый компанейский из архетипов то есть он не любит выделяться из тампы и что такой человек в ситуации вот этой кризисной это как правило такие люди начинают висеть в скайпе бесконечно не в скайпе но бесконечно общаясь со своими друзьями в вечеринке по скайпу то есть им очень важно поддерживать отношения со своими близкими со своими друзьями таких где как правило очень много друзей и они любят все эти отношения поддерживать и если говорить про внешность то это самая такая демократичная и обычная в нашем то есть это джинсы это кеды это футболки это какие-то пуховики но что-то не бросающиеся в глазах не слишком дорогостоящие потому что ценности у славного малого совсем другие выпендриться это вообще не про него совершенно и если говорить про персонажи то это мне кажется что сериал друзья классно иллюстрирует именно этот архит кстати да абсолютно они все в равной позиции они в равной позиции они все про друг друга знают они живут вот так вот друг другом да и этими отношениями они как такой единый организм вот если вот мы и добрались до творца вот мы и добрались до творца если есть потребность создавать что-то новое прямо создавать вообще вот в условиях именно этой пандемии есть такой запрос сейчас все уже мир не будет прежним я думаю что все это осознали за исключением некоторых архетипов например правитель усиленно будет пытаться взять все под контроль и все-таки вернуть так как было он будет прямо отказываться до последнего верить в то что не будет как раньше вот а творец он благостно воспринимает и все перемены он понимает что теперь случился запрос на создание какого-то нового дизайна вообще реальности нужно идти все в онлайн пространство нужно это онлайн пространство как-то обуютить по-другому сделать из него какую-то другую реальность совершенно свою вселенную создать и вот за это отвечает за вот это вот визионерство за визуализацию этого нового новой вселенной отвечает творец я думаю что творцы сейчас тоже очень получат новое какое-то пищу для размышлений для создания что-то чего-то нового если в такой обывательской на обывательском уровне то мы все сейчас имеем доступ к творению какому-то мы можем все заняться хоть живописью я не знаю хоть скульптурой хоть начать петь все танцуют вон я не знаю 50% инстаграмма танцуют и поют это все великолепно это творец вот этот он каким-то образом все равно дает о себе знать истинный творец он конечно не просто творит он прямо создает вот эту вот свою новую реальность творца видно когда заходишь даже в его профиль в инстаграме и ты понимаешь что здесь вообще какое-то иное пространство здесь какая-то своя атмосфера и такое что вообще идет вразвес с тем что происходит вокруг он реально создает свою новую реальность вот поэтому если говорить про внешность творца то это всегда самые необыкновенные сочетания фактур принтов и цветов то есть он настолько в этом плане свободный и смелый что ему равных просто нет но он очень любит цитировать принты из разных произведений искусства он может сам себе нарисовать все что угодно на своей одежде то есть он очень свободно обращается со своим образом он не привязан абсолютно никакой брендовости выхолощенности для него свобода на первом месте именно самовыражения вот если кстати говоря творчество еще здорово помогает расширить сознание и вообще восприятие окружающего ты начинаешь очень смело обращаться со всем что вокруг тебя окружает поэтому ну творчество оно конечно не только детям но и взрослым помогает по-новому как-то взглянуть на окружающий мир а если говорить про людей то пожалуй Айри Сафри я думаю знают ее очень много да это вообще это совершенно необыкновенное хотя сейчас фэшенистов да и людей которые любят одеваться и умеют одеть много но она все равно стоит особняком вот и про нее же и книги написаны и когда смотришь на эти фотографии это просто что-то сказочное и сама Жанна говорит я разговариваю с тканью я разговариваю с этими принтами видно что она настолько влюблена вот в это все буйство и при этом она не смотрится ведь не бунтарем не шутом а она вся очень органично она вся очень прям такая живописная женщина и это как раз свойственно бунтарю все у нее аксессуаров вот так вот я не знаю 5 килограмм да и они у нее яркие такие интересные так 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 света не пропадай меня видно слышно да все все хорошо отлично вот то есть вот это такой наглядный пример того как может выглядеть дворец конечно он не обязательно выглядит так но если мы хотим как-то вот подключиться к этой энергетике как-то ее прочувствовать эту эстетику то это всегда будет вот такая богемность в образе такая расслабленность и очень смелое обращение с цветом с тринтами с фактурами с аксессуарами то есть очень свободное эклектика получше то есть это дворец так я сейчас посмотрю всех помоем да я про всех уже рассказала да оказывается прям отлично на самом деле ты знаешь мне очень хорошо понравилось что и психологическое состояние да указали и именно внешнее тоже я думаю сейчас понятнее будет девчонкам кто к чему и смотри Свет у нас тут есть несколько вопросов вот смотри где изучала тему архетипов самостоятельно или какое-то спецобучение было ли у тебя вот Люда у меня спрашивает тема архетипов пока что я не честно честно я не нашла прямо такой источник который бы полностью удовлетворил меня и как стилиста и как художника поэтому я собираю информацию из книг базовая книга это герой бунтарь внутри нас по-моему о создании бренда с помощью архетипов Кэрол Пирсон вот это вот с этой книги началось да а все остальное ну благо интернет сейчас полон я как-то очень аккуратно и с помощью произведений искусства и кино я собираю вот эту вот всю информацию касательно каждого архетипа его психологических составляющих в том числе вот только я обнаружил прямо ну я думаю что я просто уже вышла на тот уровень когда мне интересно создать свою именно визуальную составляющую архетипа потому что система основа есть наполняемость на самом деле нет книги такой которая бы показала что вот такой архетип выглядит так вся эта наука она достаточно молодая и мне честно как такому творцу тоже в том числе мне интересно создать свое наполнение каждого архетипа поэтому я занимаюсь созданием именно своей вот такой систематизации своей маленькой такой науки связанной с архетипами и в скором времени я надеюсь уже ее презентовать так что я не учитель я скорее учитель уже в этом ну ты знаешь очень грамотно что ты взяла за основу понятное произведение да писано действительно я тоже всем рекомендую для начала для архетипа чтобы понимать вообще что это такое дальше вот очень здорово что ты говоришь да я сама ищу информацию то есть по факту это действительно такое конструирование творения чего-то уже своего и мне очень хочется просто чтобы да те же стилисты которые берут какую-то базовую да историю уже нанизывали на нее свое видение вот свое ощущение так же как клиент индивидуальный так же у любого стилиста есть свой какой-то подход в работе абсолютно слушай Свет еще есть какие архетипы еще такой момент есть по поводу обучения я просто достаточно зрелый уже опытный человек в этой среде и я понимаю что сколько я не посмотрела обучающих программ других специалистов я понимаю что ну вряд ли что-то глобально новое я в этом открою то есть все что я вот я нахожу оно ну достаточно обширно и глубоко для меня вот поэтому я решила что я сама сама собираю вот эту вот всю информацию нанизываю ну и правильно мне кажется да меня устраивает у меня пока просто ну нет совсем желания поринкнуть какой-то из школ как-то вот все это происходит в самом образ бонтаря и леди гады да леди гага образ бонтаря абсолютно точно смотри свет вот ближе к вам есть вопрос про архетип бонтаря какие архетипы можно хоть какие архетипы сочетать с бонтарем тут как бы нет ограничений абсолютно тут тогда уже правильнее было бы вопрос задать какой именно архетип вы хотите с ним сочетать и каким образом он может выглядеть ну я периодически в блоге своем пишу о том как бывает сочетаются те или иные архетипы в конкретном человеке ну рассматривая чей-то образ ну не часто это случается но иногда бывает я обязательно об этом буду еще писать и говорить да обязательно потому что мне кажется когда ты рассказываешь с точки зрения практики ту информацию это совсем по-другому воспринимается поэтому прям уверена что будут следить за тобой девчонки и это будет прям интересно так вопросы все по-моему нет посмотри может я что-то пропустила я больше я еще видела здесь про камни сочетать камни я не поняла Лена Лена если ты еще здесь на связи пожалуйста поясни что значит сочетать камни какие же а там подожди там по-моему была речь про мага когда ты говорила и ты говорила про ну тоже аксессуары инструменты и вот по-моему просто дописали что камни тоже туда жат камни по какой-то архетип по-моему ты говорила ну я могу знать что например точно маг к отношению например камней будет относиться очень и очень аккуратно потому что он наверняка будет знать что каждый из камней несет он несет определенный какой-то заряд какую-то энергетику и он скорее всего об этом знает и он носит те камни которые для поддержания его какого-то там ресурсного состояния я думаю что маг сделает так у каждого он будет свое знаешь например маг не знаю какой-нибудь маг бунтарь он не знаю мне кажется он будет очень любить какой-нибудь рубин например причем это будет не синтезированный а прям натуральный рубин такой прям рубинищ чтобы он его давал вот эту энергетику мощную огненную которая связана с бунтарем и в то же время и маг он будет усиливать эту энергию ну ты знаешь я прям я добавлю тебе что например у меня когда проявлялся бунтарь и у меня творец проявлялся ой маг творец у меня проявлялся я носила в тот период аметист вот мне нужно было подвергаться успокоением поэтому да камни конечно тут да сиреневый цвет архетипический да это цвет но как и творцов именно мага и творца это сиреневый цвет цвет пограничного состояния такого ни мужского ни женского ни теплого ни холодного он какой-то такой вибрирующий и это конечно да про мага и творца абсолютно согласна ну скажи классно да ведь играть этой темой когда ты про нее знаешь да да и ты знаешь это настолько интересно становится в тонкостях проявлять то есть не только даже в какой-то вот легко купаемой манере вот именно там где-то вот прям в деталях это да мне очень тоже нравится так рубля ну может возникнуть еще вопрос а как я думаю что у всех возник вопрос хорошо здорово тема интересная а каким образом теперь сочетать все это и как с этим работать вот это да это уже конечно это на первый взгляд кажется будет все просто на самом деле конечно совсем нет то есть где расставить акцент да где как проявить мага будут ли это аксессуары только в какой дозировке конкретно на человеку но тут вот такая уже интересная и очень индивидуальная работа вот так универсально конечно на этот вопрос ответа нет это очень индивидуальная работа вот и ты знаешь самое интересное я наверное тоже хочу добавить что вообще любую систему типирования какую бы вы ни взяли там Кибе Ларсон 12 архетипов да то что угодно вы в любом случае будете индивидуально рассматривать то есть нет такого что мы берем вот эти четкие типажи и строго по шаблону действуем ну не будет этого просто поэтому здесь нужно тренироваться и нужно чувствовать себя конкретно в чем вы хотите этот акцент расставить точечно только либо по специалистам либо самостоятельно два варианта да есть два варианта и ну тут такой момент даже когда ты на самостоятельный уровень выходишь тут конечно должна быть определенная подготовка да визуальная тут все равно понимать как с этим все материалы управятся вот и поддержка просто с поддержкой специалиста я думаю что самостоятельно много чего можно сделать и наверное даже правильнее и интереснее потому что ты сам себя все равно лучше всего знаешь да да вот я тоже лучше всего да я конечно очень сильно склоняюсь к тому чтобы люди женщины и мужчины сами изучали себя не жалели на это ни времени ни средств чтобы понять что им на самом деле нужно потому что часто возникает вопрос после работы со стилистом это не я это не мое не почувствовали да такое действительно может быть поэтому если ты все понял сам узнал все эти инструменты то ты потом самостоятельно всю свою жизнь можешь этим пользоваться вот ты знаешь абсолютно с тобой согласна более того почему я например рекомендую все-таки погружаться в себя в первую очередь потому что чтобы тебе потом мне предложил стилист ты можешь своим барометром грубо говоря оценить насколько тебе это понятно комфортно готов ли ты в этой если ты знаешь себя ты можешь этим управлять а когда ты не знаешь себя ты находишься в позиции просто ну как бы преемника то есть ты этим не управляешь ой слушай спасибо абсолютно согласна да абсолютно согласна не управляешь только когда ты знаешь тогда ты можешь этим управлять тогда да ты можешь в принципе и делать делать какие-то консультации совершать со стилистом который тебе близок эстетически но ты все равно будешь уметь с этим как-то управлять этим знанием действительно я абсолютно согласна потому что когда ты не соображаешь просто по рецепту как бы пошел лекарство купил как в аптеке ну как-то это немножко не то лучше все-таки понимать что с тобой происходит согласна согласна абсолютно так смотри у нас с тобой осталось буквально по-моему пару минут я не знаю успеть ли кто-то еще вопрос написать но в любом случае я считаю что очень классно пообщались я бы с удовольствием продолжила эту тему может быть раскрывать какие-то отдельные архитекты да или ну я не знаю как еще подать в каком формате там рассмотреть по два по три может быть по группам как-то брать более детально в общем пишите ваши варианты девочки мы только за да я буду я буду очень благодарна обратной связи Алена спасибо еще раз тебе огромное что ты это все устроила мне было очень приятно поделиться своими знаниями я так рада ну и тогда да будем придумывать что-то еще я с удовольствием девчонки напишите правда вам запрос на что было бы еще интересно может быть взять отдельно тему аксессуаров рассмотреть ее в разрезе там 12 архетипов не знаю там цвета да напишите что вам интересно мы возьмем и сделаем и все это было бы интересно ну что я тогда желаю всем хорошего дня вторника приятного я рада была всех видеть Алена спасибо спасибо тебе большое за очень ценную информацию и то как ты это подаешь через себя мне это безумно нравится поэтому повторюсь с удовольствием продолжу девочки дорогие ждем от вас обратные связи напишите ваши варианты и конечно же тоже желаю всем прекрасного формы а вот ткани фактуры супер вот спасибо ну все всем пока спасибо пока 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 Продолжение следует...